Так, а ты что у нас? Трампик, ты сожрал свою надпись, да, походим? Где твоя фотка, Трампик? Ну что, будем покормить? Помни, сейчас, сейчас, мои хорошие. Давай, я тебе сюда, ты, ну ты любишь, отсюда пошли. Да, давай. Че-то середина ноября. Погода такая, знаете, наверное, это самый такой вот месяц в году, когда наибольшее состояние хандры. Приехали на ферму, всех покормили, сегодня в кафе нерабочий день. И что-то решили снять видос. А, скажем так, сейчас я в активной фазе дописывания деревенского маркетинга. Это книга следующая, после той, которая у нас выходила, про содержание и разведение перепелов. Эх, перепелочки мои, она называется. Книга в электронном виде, но мы вот ее распечатали. Вот так вот она выглядит. Вот. И мы сейчас просто, просто прочитаем, возьмем главу из книги. Вместе с Ирой. Ну, не знаю, может быть, просто, чтобы вас повеселить немножко. Может, кому-то что-то полезное сообщить. Ну, мы первый раз так делаем. Ну, короче, такое настроение у нас просто. Не зайдет, не зайдет, просто прочитаем главу из книги. Воспримите это как аудиокнига такая от моей перепела. Глава про размер яиц. Страница 89. Здравствуйте. Мне нравятся большие яйца, а муж говорит, неудобно. Скажите, размер имеет значение? Большому куску и рот улыбается, а тасинки не родятся апельсинки. Каждый купец на свой оршин меряет, ростом мал и силой не взял. Большому кораблю большое плавание. Пословица поговорок про то, что размер чего угодно имеет значение в русском языке достаточно. Сам знаешь. Слышал не раз. А-а-а, и сам мериться любишь. Тогда как думаешь, насколько это применимо к яйцам? К перепелиным яйцам? Каким же еще? Ты же про перепелов книгу читаешь. Размер яйца вообще зависит от нескольких факторов. К ним относятся генетика, половая зрелость птицы, возраст и применяемый корм, с точки зрения достаточности содержания протеина, требуемых организму перепелки аминокислот или нолевой кислоты. Вопросам кормления можно посвятить не одну книгу и диссертацию, поэтому будем достаточно кратки. Без особых рассуждений заявим, что обеспечение аминокислотами для синтеза протеина – самый важный фактор, влияющий на размер яиц твоих птичек. То есть при одной и той же генетике, возрасте и половой зрелости, в зависимости от полноценности корма, размер яиц может значительно различаться. Как видишь, и тут все как всегда – корм всему голова. В нашей практике при применении различных кормов масса яйца могла быть от 11-12 до 16-20 грамм. Не получается найти в твоем регионе корм, при котором размер яиц способен поразить воображение твое и твоих клиентов? Лови очередной важный инсайт. В процессе производства подсолнечного масла остается в осадке жидкая субстанция под названием фуз или фуза, где как называют. Закажи, приобрети, канистру другую, пригодится. На 20-ти литровое ведро комбикорма – стакан фузы. Размешивать удобно в бытовой бетономешалке или попросту дрелью с венчиком. Через неделю после начала применения посмотришь на размер яиц. Все это хорошо, только вопрос пока остается открытым. Имеет все-таки этот самый размер значение или нет? И ты знаешь, тут все однозначно в одном случае и далеко не так просто в другом. Все дело в том, что применений у яиц несколько, а если конкретней – два. Давай разбираться. Пищевые яйца. То есть перепелиные яйца, предназначенные для еды. Тебе, семье твоей или клиентам твоим. Тут без сомнения, чем крупнее, тем лучше. Спору нет. Понятно, что большому куску и рот улыбается. Тут и говорить вообще не о чем. В случае с едой любой представитель животного мира имеет достаточно жизненный опыт, который без раздумий практически на автомате направит взгляд индивидуума прямо на кучку с крупными яйцами. Игнорируя мелкие. Здесь все с твоим пониманием пока сходится, да? А вот с другим применением все не так очевидно. Тут заводчик, поглядывая на яйца и почесывая сморщины от умственного напряжения затылок, частенько впадает в состояние когнитивного диссонанса. И вот тут уж точно каждый купец на свой оршин меряет. Инкубационные яйца. То есть перепелиные яйца, предназначенные для закладки в инкубатор, с целью вывода птенцов. С этим вариантом, с точки зрения размера, все гораздо интереснее. И совсем не так однозначно, как в случае с пищевыми. Вообще с инкубацией мы, конечно, на данном этапе забегаем немного вперед. Про все эти выводные дела мы с тобой еще успеем наговориться, не переживай. Но раз здесь зашел разговор про размер, то слушаешь, куда от вопросов твоих деваться. Прямая зависимость размера будущей птицы от размера яйца, в скобках, от осинки не родятся апельсинки, одно из самых частых заблуждений среди как начинающих, так и опытных заводчиков вообще, и заводчиков перепелов в частности. Казалось бы, логика проста и понятна. Крупное яйцо – крупная птица. Мелкое яйцо – мелкая птица. А нет, не так. Дело в том, что размер будущей птицы в первую очередь зависит от генетики и от кормления птенца в период выращивания. Правильное полноценное питание. Птенец вырастет в здоровую, красивую птицу, требуемого, заявленного генетикой, размера. Неполноценное, а иногда и ограниченное по количеству питание. Хватит, сколько можно жрать. Задержки роста, отставание в развитии. И как итог, генетические возможности останутся только на бумаге. Ну, или на каком-другом носителе информации. А размер яйца, как ты уже знаешь, в первую очередь зависит от корма. И что в итоге? А итог давай рассмотрим на примере. Так нагляднее будет. Допустим, одна техасская перепелка. Красивая мохнатая белая птичка. Весом, например, 450 грамм. Находясь в расцвете женской привлекательности и поедая определенный полнорационный корм для продуктивных перепелов марки Х. Несет яйца весом 12-16 грамм. Поскольку для инкубации отбираются яйца среднего размера, то в данном случае мы закладываем в инкубатор яйца весом 13-15 грамм. Выводим птенцом, правильным кормом вдоволь кормим, выращиваем и получаем взрослую, не менее красивую, чем мать с отцом, птичку, того же размера, весом те же 450 грамм. Для чистоты и ясности картины мы здесь, конечно, не учитываем всякие индивидуальные особенности и все такое. Понимаешь, да? Чтобы смысл тебе был понятен, да? Слушай, слушай, это очень важный момент. Теперь давай допустим, что в то же самое время, в другом, не менее перепелином царстве и государстве живет другая, не менее техасская, не менее мохнатая и привлекательная перепелка. Того же размера, с теми же 450 граммами веса, которые также поедают полноатурационный корм для продуктивных перепелов, только марки Y. Корм жирный, вкусный, всяких протеинов, аминокислот полно и каждый день яростно тушусь и напрягаюсь, так, чтобы хоть глаза не вылезли, несет наша красота крупнющие яйца по 18-22 грамма. В перепелином царстве не только быстро сказка сказывается, но и дело делается, поэтому, заложив инкубационный в инкубатор яйца весом 19-21 грамм, то есть, опять же, среднего размера, уже на 17-й день радуемся появлению на свет веселых пухляшных карапузов. Так же, как в первом случае, растим, кормим, поим. И что получаем в итоге? А, знаешь уже? Правильно, абсолютно то же самое, что и в первом случае. То есть, техасскую, похожую на родителей, перепелку весом 450 грамм или около того. Понимаешь, в чем прикол, да? То же самое. На примере все вроде ясно и понятно, а когда смотришь на яйца, то руки непроизвольно тянутся к большим. Правда же? Такой вот он странный мозг человеческий, когнитивный диссонанс, да и только. Поскольку инкубационные яйца породных перепелов одно из направлений нашей деятельности, то представляешь, сколько дерьма на нас вылилось за эти годы, да? Просто потому, что в большинстве случаев, как мы уже писали, каждый купец на свой оршин меряет. То есть, если в хозяйстве у заказчика перепела несут 10-12 граммовые яйца, а мы прислали калибром 14-16 грамм, то мы самые лучшие, и птицы у нас самые лучшие. И вообще все круто, здорово. Каеф. Ну, а если, не дай бог, в хозяйстве заказчика птицы метают, как тяжелоатлеты гири, 20-граммовые яйца, а приехали те же самые 14-16... Сколько раз читаю, все равно ржу на этом моменте. Тут уж держитесь, мои перепела. Что же с этим делать, спрашиваешь? Ну да, правильно, повышать грамотность населения. Собственно, чем мы сейчас здесь с тобой и занимаемся? Тяжело же без знаний-то голову каждый раз ломать, да? Так и облысеть от напряжения ненароком можно. Кстати, лысины у перепелов тоже случаются. Слышал о таком? Следующая глава. Здравствуйте. А почему у меня перепела лысеют? У меня, кстати, муж лысый. Может, заразил? Но, друзья, это уже совсем другая история. В нашей замечательной книге... Я не могла это не сказать. Сам себя не похвалишь, да? Да. 155 страниц, между прочим. Больше было, нет? 155. Вот такой вот, да, томик у нас получился. Так, абсолютно полезнейшая информация. Еще раз покажу вам обложку. Что это значит? Еще надо попрощаться. Ну, всего хорошего, друзья. В этот ноябрьский такой унылый день снимаем такое веселое видео. Сами от тебя не ждать, на самом деле. Ссылка в описании. Надеюсь, было интересно. Инкубационные яйца живут у нас в Подольске. На сайт заходите. Спасибо за внимание. С вами были, как всегда, ваши мои перепела. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.